Что-то вообще какой-то прецедент. Вы совместно с семейным советом готовитесь к уходу ваших персон? Да. Какие-то чудеса начинаются твориться в мире. Мало того, что бывший полицейский осознался живым, так тут еще какой-то семейный совет по уходу персон. Ну никто же не мешает и родственникам то же самое сделать. Взял и сказал, все, хватит, я живой мужчина. Некоторые так сделали. Вот эта система настолько достала. И закопать, и сжечь, и что угодно сделать, лишь бы отстали. Сами выписывают бумажку под названием акта смерти. Все лицо померло. Написать завещание. Вот эта персона, учетная запись, все, батарейка села. Как говорится, сдохла. Она-то существовать не перестает. Дата смерти меняется. Согласно канонам это не так. Молчание не является выражением воли. И просто будешь молчать, то ты им не дашь согласия. И они не смогут ничего сделать. И почему именно 90 лет они все это хранят? В бланке паспорта поставила три отпечатка пальцев. Пришла в банк и как-то погасила кредит там на 500 тысяч. За персоной стоит живой человек. Как только ты отпечатки поставишь, это почти чип. Себя в залог поставило. Ты закладываешь свой облик. А отпечаткам свое тело физическое. Так называемый ДНК-паспорт сейчас многие делают. Душа попадает в реестры. Они пишут там, живой мужчина внесен в реестр лиц. Чем больше душ, тем больше привилегий. Они уже померли-то люди-то. А на бумаге они у них есть. Есть право у скотины такой домашний. А еще и паспорта сам выписываешь им. Паспорт на животное. Да, да, да. Чипируешь. Ты пришел резать барашка, а он тебе встает на две ноги и говорит. Ты кто по паспорту? Наверное, ножик выпадет из рук. Сначала был создан паспорт, а потом ты по паспорту. Но ты не забывай, что сигнал на поворот шеи приходит из головы. Мужчина дает сигнал на поворот шеи. Женщина вышла замужа. Как за каменной стеной. Чем больше людей помещается в психушку, тем... Ну да, в тюрьме такого не увидишь. Я тоже эту школу прошел. Правда, меня не кололи, не пичкали. Не озлобился. Ты сказал, а, ну и что, я дальше пойду. Я все равно буду добрым. Алло. Алло, здравствуйте, Антон. Слушаю. Я тебя не отвлекаю? Нет. Я тут смотрю твое видео, как бы, ну тоже так вот, пытаюсь понять очень многое. И тут наткнулся на вопрос, вот это с физлицом. Ну, например, у нас есть сейчас свидетельство, например, о смерти, да? Там же, получается, смерть-то кого? Гражданина? Да, физлица. Да, да, физлица. Вот я тоже такое не вижу. Если, как, я у тебя хочу, как, ну, советую, просить, я в этих делах немножечко, ну, не юрист. Какой-то поднесел он. Как бы ты сформулировал это правильное слово? Может быть, мне как-то себя умертвить, грубо говоря? Ну, вот это физлицо. Не сюда, а физлицо умертвить. Ну, что, да, там же не кажется, что человек умирает. А умирает всего, что там гражданин. Вот, полностью написано вот это вот. Возможно ли такое, как бы, целое предположение? Вот практика, может, кто-то это говорит? Возможность такая есть. Я об этом говорил тоже в прямых эфирах, что есть те, кто сами это выписывают бумажку под названием акт о смерти. Народ там подписывается, то есть этот акт потом везде рассылает, что вот, смотрите, физлицо померло. Мало того, что такой акт создают, так еще и этот, так называемый, бланк паспорта отправляют обратно в УМВД. Еще и персону снимают с регистрации до этого. Да, это получается, мне надо, как бы, подписать других людей, что, как бы, ну, моя персона мертва. Ты почитай законодательство по поводу того, как регистрируется этот факт смерти гражданина. Там сказано, что либо ЗАГС выдает так называемое свидетельство о смерти. А, в ЗАГС нужно предоставить первичный документ о смерти. Выдается он либо моргом, либо, не помню, как называется, медицинское свидетельство о смерти, что ли, что-то такое. Либо теми, кто зафиксировал факт смерти. Ну, бывает же так, что вот неизвестно где, там, в лесу или еще где-то, или в походе, или в плавании, или еще где-то. Ну, нету медика, никто не может за это зафиксировать факт смерти. Просто люди составляют документ, что тогда-то, тогда-то. Ну, обыкновенный акт о том, что произошло событие. Ну, да, я тоже только прочитал, как составляет цели. И по идее, подожди, и по идее, когда ты предоставишь в ЗАГС такой документ, тебе это, ну, просто обязаны выдать этот свидетельство о смерти. Ну, если не выдать, то признать факт смерти. А еще, прежде чем такое делать, нужно от физлица на живого мужчину написать завещание, что все, чем владеет физлицо, завещается тому-то. Да-да, я вот это тоже сейчас последние видео твои смотрел, времени маловато, как говорится, но пытаюсь изучить. Поздно начал, грубо говоря, такое недавно. Ну, вроде как, да, все в цене, все понимал немножко. Вот я-то по юридически, ну, не силен, вообще. И смотри, тут фишка такая, что вот эта персона, учетная запись, даже после так называемой смерти, она-то существует, не перестает. У нее просто статус, точнее, не статус, а дата смерти меняется с 31 декабря 1899 на ту дату, в которую живой человек умер. Ага, а персона не уничтожается, вот оно что. Я-то хотя персона как-то, вот это что-то? Нет, учетная запись остается, у нее просто, у нее единственное, что меняется, это дата смерти. Там, вот с этого, 1899, допустим, на 2021 год. Все. Тогда, по сути, это получается, ну, практически ничего или это. Действительно немного какая-то дать ее, да? Чего действительно? Ну, потому что персона-то, вчера она остается. Алло. Антон, это Владимир, я не представился, наверное, сначала, а сейчас я звонил, с другого телефона сейчас звонил. Ну, вот здесь вообще замечательный звук. Да. Ты пойми, я не для себя, мне-то пофиг, я все равно это расслышу. Но если ты мне дашь добро разместить для всех, то, блин, ну там невозможно будет слушать такое бубнение. Ну, понятно, понятно. Да, конечно, добро-то дам, это, ну, даю, вернее. Ага. Если что-то интересное. Вот, тогда я, вот если персона остается, я вообще, как бы, тоже понимаю, ну, тот смысл, что я, ну, как, наверное, любой живой человек, который осознает, что, ну, не люблю, чтобы обо мной команду или властвовались, что-то, вот я от кого-то зависел. Я по жизни сам по себе, да, вот как, человек, как и должен быть. Вот, и вот эта персона, чтобы она вот ко мне не привязывалась, я хочу от нее избавиться раз и навсегда. Вот, и вот это, думаю, акта смерти. Вот я сейчас, ну, как, прямой эфир смотрел. Вот, и что-то вот, ну, резко мне в голову, а ну-ка, дай-ка посмотрю, как, ну, акта смерти, как она составляется еще. И все так вот немалésно пролетел по этим, ну, в Яндексе, как говорится, посмотрел, как она оформляется, и что оформляется, ну, так вот, быстренько. Думаю, правильная или неправильная мысль? Видишь, как ты сказал, если оно остается, значит, бессмысленно себя, значит, умертвлять. Это не себя, а персона. Ну, персона, ну, бессмысленно, а все равно же, значит, остается. Почему бессмысленно? подожди подожди почему бессмысленно вот ими давай с юридической точки зрения посмотрим если персона мертвая ну рассмотрим обычную ситуацию человек живой помер и это там родственники идут в загс там ну сначала там морг и выдают это медицинское свидетельство о смерти там какое-то что причина смерти такая-то они эту бумажку несут загс загс выдает свидетельство о смерти все и вот это свидетельство о смерти как бы данные передаются автоматически куда-то в этот пенсионный фонд и в мвд по моему вот а в остальные места нужно досылать то есть копию делаешь с этого свидетельство о смерти и отправляет что вот ну персона померла и по сути то несмотря на то что было на этой персоне там всякие ну допустим кредиты там микрозаймы штрафы там я не знаю какие-то любые долги они по сути аннулируются логично ну да логично хотя они вот я слышал такие законы издали что типа на наследника все перекидывается и на родственник да 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 есть такое но никто же не мешает и родственникам то же самое сделать но мы сейчас тоже я с женой так и хочу вот так вот рассуждаем очень тяжело пока справки вот доказали от живого рождения но опять же это по 4 то есть высота подожди подожди вообще какой-то прецедент вы совместно семейным советом готовитесь в уходу ваших персон какие-то чудеса начинаются творится в мире мало того что бывший полицейский осознался живым так тут еще какой-то семейный совет по уходу персона но как-то немножко я-то давно вот это как всегда я никогда не бога вот в этого не верил который нам библии предпреподносит вот эти все законы для кого написано говорит я никому не присягу не давал и чего говорю с чего я должен кому-то что-то обязан буду не покажите говорю знаешь что я вам что-то обязан вот последний штраф у меня хотели припаять это за без маски говорю ну вообще без предела говорю занимаетесь суде там по написал и старейки короче меня оправдали ну да это может быть молодец это у меня суду было как не знаю до выражение это грубо говоря как где-то забанить что-то там опять же я на суде как-то все вёл я думаю почему меня не посадили в то время а я никогда не вставал вот это тоже морское право я никогда не не вставал никогда не грамм в танке там у меня тут его называли я вообще никак не реагировал от 0 просто не защищал тебя не никак так вот там был у меня бакат потом за меня и говорил может это как-то по мне помогло где-то когда в канонах в кон смотри в канонах сказано что молчание не является выражением воли либо согласием по умолчанию как говорится то есть там опровергается тот факт ну это пословица как у нас говорят молчание знак согласия так вот по согласно канонам это не так и можно сделать вывод что если ты придешь так называемый судим заседания и просто будешь молчать все время ни одной буквы не принесешь ни одного звука тут им не дашь согласия и это они не смогут ничего сделать он узнать почему не только продлевали условно понятно хотя там такие то были что я в любое время вы могли закрыть я приходил туда уже сухаряне как говорит понятно но я тоже как-то так размышляет это давно было я тоже начал ковырять когда приходишь на работу у меня висит статья как она у меня висит если не погасли я еще на месте попал само письмо сюда пришло прийти пожалуйста на супруг и ехал бы учет на пересмотреть все-таки закрыть хотя тут нет меняющие под обнести ну нормально вообще отлично но заший бог на моей стороне значит если нужен ему для чего-то тоже не отмена это как говорится прощение да да ну с одной стороны для меня в то время было это конечно великое это не что-то очень плохие дела ну это то приду на работу по устраиваю что говорится но и всегда тут надо справка с этого ну что по судимости вот он не раз статейка висит я тут узнаю что оказывается она только там 90 лет стали висит в базе данных кто таки столько не прошло но вот это осудимости строка что я судим или не то что моя персона судимой или нет ни на 100 лет висит да ладно да вот получается как вы к этому как юрист уходил только как можно отменить они как горты не отменишь все она так будет 90 лет не 100 ближе процедуры с не это как это снятие судимости а да она снимается но она получается если в течение там восьми лет ты не был привлечен как бы то значит и формально не судим но то что ты когда-то был судим у тебя вот это клеймо остается 90 лет в любое время меня могут посмотреть и сказать вот он был да не тебя персоны висит персоны да 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 вот я тебе и говорю что учетная запись то все равно сохраняется они хранят эти данные для чего вот в этом вопросу и почему именно 90 лет они все это хранят на еще вопрос когда мы идем вот получать этот паспорт вот я вспоминаю у нас процедура есть отпечатков пальцев да вот а если отпечаток пальцев является с одной стороны как подпись то значит мы ставим свое соглашение на эту персону и как бы персона уже своими же отпечатками пальцев ну да и однозначно идентификация идет не в по росписи и не по фотографии а по отпечатку пальца да и теперь говорят это то что подпись люди говорят ставлю не ставлю да это может быть аферты как бы это не делаешь а то что ты когда-то дал свои отпечатки пальцев на то чтобы тебя дактил копии вот это вот то получается он как вот эта персона твоей же лодочка и лазит но есть обратная версия вот я сейчас пытаюсь связаться женщиной которая утверждает что она так называемом бланке паспорта поставила три отпечатка пальца вот там где личный код выше на подписью вот и с помощью вот такого документа с отпечатками пальцев пришла в банк и как-то погасила кредит там на 500 тысяч и она утверждает что ну судя по записям в комментариях под видео таким образом гасится персона точнее не гасится это объявляется что за персоной стоит живой человек ну я не знаю мы не меня меня вот коробит от этой мысли я вот хочу с ней связаться и это разъяснить для себя все потому что как только ты отпечатки поставишь ты по сути это это почти чип да 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 я вот тоже такого мнения ничего не известно как это в будущем на не скажется понимаешь и да могут простить там это все ну как простить можно сказать что она себя в залог поставила через через эти отпечатки да да но это самое же вот этот отпечатки от нас вставляю вот как вот ну не обдуваю нам по незнанию по глупости по нашим не образованности вот это мы ставим надо отпечатки твои пальцы мы такие ну ладно пожалуйста раз ты петернёй а если по законам по тренинг стоит от вот это твоя подпись твое согласие ты даешь на полное рассмотрение вот и да отпечатки пальцев я вообще нигде не советовал ставить не смотри подпись то это просто согласие а этот фотографии ты закладываешь свой облик а отпечаткам свое тело физическое туда еще днк не хватает пока не хотят сделать и все полно вот я уже и дубликат вы ну да многие видишь еще есть такая фишка судмедэкспертиза так называемый днк паспорт сейчас многие делают живые и там мне показывали такие документы там что-то прям вообще какой-то опасный документ потому что мы идет однозначная идентификация физического тела в котором находится душа и получается через физическое тело душа это попадает в реестры и там в некоторых вот кто-то сам делает такие документы то есть самых рисует а кто-то полностью доверяется тем этим судмедэкспертам которые составляют эти документы и вот в некоторых написано что там они пишут там живой мужчина хозяин имени такого-то все вроде по теме живых но дальше интересная фраза внесен в реестр лиц понятно просто как ну говорю мы как гуси какие-то домашний скот да тебя просто утром почиталки тяжело рассчитать как как можно живого посчитать я тут много это вот вспоминают из память подожди подожди вспоминаем это произведение великое мертвые души не читал ну смысл в том что все все находится на бумаге все там как бы они вроде как у эти живые люди там умерли а на бумагах они есть то есть эти бояре там чем больше душ тем больше привилегий чем больше холопов до чем больше холопов у князя тем больше у него привилегий типа посмотрите у меня потом это в имуществе там 500 мертвых душ вот именно мертвых душ потому что они уже померли то люди то она бумаги они у них и хотя даже по этой теме как но я же в деревне вот это я что-то даже скотину вне держалка заводить как-то я чувствую себя рабовладельцем этой живности она даже не знаю что вот на этом примере я вот смотрю на животинку на вот эту и думаю вот она ходит думает что она личность по сути хозяйка я когда захочу и пошло отрежу когда захочу у него и бланка отберу говорится и просто у нее никаких нет вот я говорю вы как-то я считаю себя что я в этом государстве вот это кусочка какая-то подожди есть право у скотины такой домашний дышать бегать мекать мяукать гавкать кушать дышать гулять на определенное расстояние насколько цепь позволяет и загон все ну и все вот именно а уже как говорится полюбить я сам пару подбираю как говорится детей когда так и я отберу потому что мне как в инкубатор на тут не еще и паспорта сам выписывающим паспорт на живой развиваешь но вот и говорю мы ничем не отличаются вот это вот самая так вот опасно говорю тяжело тяжело осознать что они очень захотят просто скажу ну давай-ка мясо мне твое нужно извини там печень у тебя понадобилось надо тебя на органы пустить ничего ты не сделаешь не убежишь не но если ты все и будешь вести как скотину то а если ты станешь и скажешь слышь я между мной и творцом нет посредников я живой имею права все а если нарушишь перед творцом будешь отвечать и все вот представишь тебе представляешь ты вот это ты пришел резать барашка а у тебя это встает на две ноги и говорит вот такую ножик выпадет из рук перестал последний день и все это врага не вас и меняет вас и кардинально все но как говорится святая сила к нам прибывает сразу разных источников да когда же в каком-то где-то я какие-то виды что ли виды перу на что ли считал что вот он должен прийти нас опять же бог отец и якобы да ну дай бог конечно лучше хорошее верить чем в ничто слушает а ты видел вот это видео про полицейского который осознался же нет я вот сейчас так вот твои как пятичасовой это прям прямой эфир был слушал вчера ночью начал послушал послушать тоже но пока я говорю это как начальник я тоже стою вот это вот тогда я не видел там же и еще еще три эфира по 5-7 часов и еще штук 30-40 видео за последние месяца на эту тему времени не бывает вообще такого ты посмотри это самое главное виде видео победа живого мужчина судей рф это я смотрел на это сразу там я не только раз попросил два раза и они работают же мой посмотрел чтобы не сладко что-то понимать как формулировать там на суде что делать а что не делать лучше практически ничего не делать сейчас такими не может сосредоточиться если вы сюда мысль залетает вы если много как откидка вот я иду на твердка не приходит на репо вес вот меня опять оштрафовали за маску да все таки паспортом где за это не без паспорта это могут это все оформить моментально и вот и не так уж и важно даже когда меня последний раз оформляли я понял что которым я вот этим паспортом хожу он не зарегистрирован нигде хотя в седьмом году я поменял его они меня оформили вообще на паспорт который я уже давным-давно сдал в седьмом году это его нету но на полу оформлять я тогда еще не дал проживого я не являюсь этой личности были всего у него другой паспорт другим кодом я не знаю ничего вот тут такие выиграл не оформили протокол на недействительный паспорт да 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 по форме по 1 1 1 паспорт от на него и оформили а так как однажды ко мне приходят на вот оформили не папа один у меня протокол вот приходит повесочка кто-то света я туда иду в суд например да со своей персоной от одного такой ложкой понять не могу я сюда но мне это понимаю правильно неправильно просто где-то осики вот если я прихожу со своей персоной в суд чтобы доказать тут я прихожу что я не являюсь этой персоной это же так уже у нас тут сколько споров было я полицейскими спорил у нас на работе работают полицейские и нет горды паспорт это твой он доказывает что ты человек я говорю да как он может доказать что я человек это я могу доказать что это паспорт но не паспорт или я человек паспорт с меня сделанный а не я паспорта как он может доказать что это я правильно вот а я им без разницы они вот на своем стоят меня то есть сын горнул и на этом город говори заняли говорю бесполезно неправильные люди вот эта логика она выражается фразе ты кто по паспорту вот в этой фразе зашита ты кто по паспорту то есть следует что паспорт сначала был создан паспорт а потом ты по паспорту так они все фразы значит ты никто я говорю я тебе говорю я говорю я человек я живой ты если перед тобой я мужчина вот ну по образу подобию как душой из плоти в крови говорю как я могу быть никто но если у тебя нету там фамилии и имя отчества как это нету благодаря вот таким усилиям мелким ты немножко сказал я немножко сказал все понемножку сказали и в итоге рождается вот такие полицейские бывшие которые выходят из системы и создаются живыми мужчинами тоже ну да я понимаю бывало у меня ехал как-то жена из краснодара но этот мужчина там подсел такой ну на вид вроде лет ну 40 с копейками начал мне что-то говорить про бога там вот мы что-то разговаривали все это я в бога не верю как такого которого всевышний ездил за все вот это все что у нас есть это я считаю бог рот это все у нас нет это нету горда правильно но то он не начал рассказать про другие миры про то-то счеты и за него сначала смотрел как на дурачка на него все смотрели пользу на дурачка он горит ты найдешь все правду в ведах я тогда посчитал правду чтобы дурачок его видал поинтересуйся где что это такое когда я увлекся ну как-то очень интересно стало до конца верить тоже не могу и не не верить не могу остаюсь при своем как бы мнение что возможно смотрели вот эти люди которые вот например ну вот этот полицейский да вот кто разговаривал вот он может точно так же сначала подумал что я дурачок а потом где-то где-то его ёпнет с одной стороны где-то сознание может ковырнет его конечно особенно когда он увидит что бывший что бывший полицейский калининграда там тренер омона бывший сотрудник этого суда дважды секретарь бывший там этот гвардеец взял и сказал все хватит я хочу работать на систему я живой мужчина и и и и главное это психушкова признала абсолютно здорово поделаешь а это я же видео я хочу показать просто город просто взгляд опять же я против уволе пошел как наверно не надо было а то знаешь снова обвинет а ты уверен чтобы потом не засладиться чтобы разбить нашу систему на фигура как вот строить людей вот это как американские такие шпионы как бы не знаю не уверен с одной стороны не но если бы он был такой засланец и шпион на него бы наверное там иностранного агента повесили или еще что-нибудь такое ну а смысл к нему в дом вламываться в 2 часа ночи детей кошмарить ну да да уголовный куча уголовных дел пытаться на него навесить в психушку сдавать но это правильно но они разбираются не хотят думать а такое я думаю обо многом аж мысль за мысль залетает я даже с утра точно бывает не могут столько только вот много как всякого всякого я же не надо как бы я и хочу как на я я человек земли я человеку как руками все делаю они тут пытаются мешать я не люблю что не мешали подожди 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 давай по делу я хочу тебе это для обратно вернуться к первоначальному вопросу по поводу по поводу акта смерти сам сообразил что такое возможно так вот и это многие уже так сообразили что такое возможно но мало кто сделал это я знаю некоторые так сделали но нету полного освещения пути то есть мало кто ну как бы народ это все делать вынужденно потому что вот эта система настолько достала что они готовы этот не знаю с этим паспортом не знаю что сделать там и закопать и сжечь и и чуть угодно сделать лишь бы отстали и в итоге вот в это народ пришел к какому мнению что можно вот так вот через такой акт это как бы персону это попрощаться с ней но опять же это все нужно выяснять на практике потому что везде все разное везде за все разные не везде все 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 одинаково и поэтому составить какой-то универсальной инструкции очень очень трудно но тем не менее результаты нужно показывать и не некоторые люди это показывают если ты хочешь эту тему рассмотреть пути нужно во первых ознакомиться за законодательством как какие вообще варианты регистрации смерти это эти рассказал уже вот а потом это все все семьи сразу выйдите так сказать это вот вот этот вы по сути вот этот гражданская смерть так называемая она разрывает связь фамилиями отчества живым мужчиной куда точнее наоборот живое это ну человек живой человек помирая то есть когда тело помирает физическое то в принципе спрашивайте ну доступ к телу прекращается из и смысла нету какие-то там юридические процессы вести еще что-то ну короче физическое тело перестало вырабатывать энергию и и тепловую и там какую-нибудь ментальную и моральную там и еще какую-то ну короче все батарейка села как говорится сдохла батарейка и смысла ее вставлять какое-то там устройство и черпать из нее энергию нету смысла ее просто кладут на полку для ну на 90 лет для сдачи потом в утилизацию куда-то логично ну да так система запутала что вот я пора сейчас все разными путями пока если не тороплюсь потихонечку мелкими шагами все пытаясь чтобы не как не навредить самому себе и своей семье все таки как бы отвечать как ты правильно говоришь пока что ты из паспорта ну есть есть бумага нет нету это какое-то одно страшное никогда не включил радио купил радио и вчера включил как ты говоришь в бог всегда дает этот я тоже от такого мнения всегда он с тобой общается я тут отключил радио это это вас и сразу новости идут ну и как бы уже хотят сделать на прививке паспорт и без них ты как бы ну никуда для этого паспорта коронавирус на этой прививке все никуда не сунешься не приехать не уехать туда опять же типа новый вот этот электронный паспорт уже которые хотят на основе днк сделать человека ну как жириновский уже орет и я первый получу этот паспорт вот только-только сейчас вот это все будет я говорю но это уже вообще полный беспредел если сейчас мы только под это подпишемся тоже выйти отсюда будет ну просто невозможно это страшные вещи мало кто этого понимает вот я говорю потихонечку и времени нет и и все-таки надо действовать без действия конечно это тяжело ну тут вот весь смысл зарыт в пословице 7 раз отмерь один раз отрежь да да не пословица не звучит много раз отмерь сколько сколько необходимо столько и отмерь а потом только отрежь а именно по за счетов число 7 то ли 7 дней то ли 7 месяцев то ли 7 минут то ли семья да то ли вот и до всей семьей ведь это как говорится умертвлять своих персон пока вся семья не созреет вот тогда только надо делать да есть логика в этом потому что многих конфликтов семья возникает из-за этого то что один остановится живым а другие до сих пор считают персонами и крутят у виска у меня жена как молодая и не знаю я все-таки поставил себе как мужчина все-таки превышен она стала мне доверять полностью от иду я и показал как это делать поначалу на там было равноправие но не бывает такого в природе не существует равноправие я мужчина я другой ты женщина ты для другого создана не дрягую раньше поговорку было мужчина голова женщина шея куда повернешь туда и пойдем если мы будем оба головы в разные стороны будет тянуться и ничего не произойдет и теперь она полностью полностью доверяет и как бы меня теперь начало прислушиваться просто надо да но ты не забывай что вот все говорят это это куда женщина типа шея повернет туда и голова смотрит но ты не забывай что сигнал на поворот шеи приходит из головы вот видишь даже вот эти вот вот эти свистки они постоянно в нужный момент в самые главные фразы вставляются ты слышал вот это свист ты понимаешь вот все говорят но не не осознаю чего говорят вот заговорят мужчина это голова а женщина это шея и куда типа женщина повернется туда туда типа мужчины и будет смотреть но не забывай что сигнал на поворот шеи нервы по нервам приходит из головного мозга головной мозг голове находится мужчина дает сигнал на поворот шеи логично поэтому и не говорится и когда женщина когда создается союз мужчины и женщины это называется женщина вышла замужа да да она такая фраза и женщины у женщин есть любимая фраза как за каменной стеной то есть они замужем стоят вот и говорю что надо воспитывать начало самих себя вот эту правду я тебе хочу сказать что тебе очень повезло я вот такие я вот такую женщину ищу которая может быть замужем они еще никак не найдут я конечно могу ужасную историю рассказать коротенькая как-то мы только начали жить и она мне говорит ну вот равноправие то-то-сё-то но я беру ни разу в жизни женщину не бил ни разу и разница мудрости 12 лет но я беру и короче так смачно . гор слушает равноправие я с тобой клеся как как мужчина это даже нет кулака все табак нет ты сильнее я говорю пока еще нет подожди а теперь будем равноправно я стану женщиной я ее за волос на ты понимаешь что нету равноправие это иллюзия нету я физически сильнее я говорю у меня совсем по другому мышлению работает мужчины женщины вообще логика разные не может написано это природой лобом тогда можно вот это что ты рассказал мне если я буду размещать мне придется вырезать потому что на ю тубе такой недопустимо размещать это я так уже какого собственного потеряю говорю как до вылетать из этого момента на до сих пор всем своим подружкам рассказывает а тогда пока я осознала что такое мужчина что такое женщина но я это намотал на ус я даже не знал что так лучше быстро убедить а войны были каждый день попытки попытки как говорится донести информацию были до показалось самое просто показать на примере на живучи только на примерах на собственных ошибках вот и пришлось на крайне мере такие пойти так ну чё давай по делу еще есть вопросы да нет пока нету пока вот я вот на этом остановлюсь буду переваривать конечно вот это еще перемалывать и перемалывать и перемалывать спасибо конечно за сложный вот у меня потом мы говорим в благодарстве я тоже очень много понимаю а я же всем говорю салам алейхум если когда здравствуй да я хотел сначала думать ничего не так поймешь и многие а ты чё как как это еврей что ли я варда нет ни вы не борьте смысл этих слов понимаешь говорю я говорю надо же в русском языке и я говорю я даю мир всем на мир твоему дому я уже даже испутался и салам алейкум и салам вот свой паладина тоже еврейский мир вам мир вам то я уже иду как бы все масштабно я хочу мира что в мир у нас всех был ну правильно то же самое в канонах сказана я говорил уже об этом с наивысшим проявлением верой положительным является благословление другого и это благословления когда созреет вернется тебе и твоим родственникам обратно в кратном размере то же самое касается и проклятия на худшим проявлением веры является проклятия которое в любом случае вернется к тебе и твоим родственникам но когда созреет со временем от него никак избавиться нельзя там сказано что нет никакого отменить нельзя если ты кого-то проклял нет меня моя бабушка у нее ребенок было тебя проклятие нет никак это надо с этим смириться и принять от принимаете уж куда дева а некоторые обращаются к магам которые переводят это все на поколение ниже или выше либо на других ну то есть вот и вот и вот этим вот занимается эти магии у меня просто отец был магиста но не из тех которые он никогда за деньги ничего не делал и никогда даже по просьбе не мог делать он только доверил когда надо помочь жалею что в одно время я очень плохо не учил так только мелки я же знаю а там был величайший человек он бескорее ты знаю как это все действует и он не очень-очень хорошо рассказывал для этого я тебя даже но снова опять же магия мах но это переводе наука учение не надо его принимать как что-то у нас наоборот как все надо воспринимать что это все учение у нас абсолютно все как вахло это хорошее не будет плохого вы никогда не понесли что чтобы что есть хорошие пока надо жабры не прижмут мы не поймем что такое жить и как лиценить все вопросы да 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 пока сидят еще будут какие обратно я все наберу тебя добро добро разговор размещаю конечно да да все благодарствуйте конечно благодарство счастлива помочь таких людей так становитесь такими кто мешает пытается не на нет это то не надо надо делать установить остановить сюда попытка тоже действия но однократное действие я говорю о стремлении надо стремиться и не просто вот сейчас пойду и сделаю все сейчас я просто не могу я сейчас краснодар перебираюсь пока мне вот это вот делать документ месяц-два убрали я перебираюсь просто даром суде я пока здесь документами вот не могу заниматься вопрос для это будет время я не смогу уехать на вовремя а что до приедут и там уже уже конкретно уже все буду полностью ну чтобы запланировать так буду делать здесь только пока начали тут правочки так взял пока вот изучают твои видео помимо этого всего ты даже слова разбираешь чтобы правильных ассоциировать понимать немножко сам развивались пока есть пока я еще даже не готов полностью в этом никлы чтобы больших шишек не добить вот молодец молодец стремишься намерение проявляем то есть есть намерение и стремление есть саморазвитие молодец вот и говорю что надо потихоньку потихоньку а то чтобы даже нет и бывает людей более осознанного уровня хотя бы но опять же в моем окружении их нет например чтобы даже подбеседовать и как вот это вот понять уже иногда я думаю что я дурачок не мира сего как и многие думают в моем окружении ты какой-то повернутся тебе в психушку надо нет я тебе точно скажу тебе не надо в психушку никому не надо в психушку да я уже был ну как как полечили теперь я даже и каюсь и когда начинаю нервничать ради плавная речь была не протяжные ничего с годами не уходит ну я снова она еще может это укнется если какие-то нейролептики и транквилизаторы применяли то он еще укнется может через полгода через год зачем на это было уже сколько лет на родитель назад и она до сих пор как осталось не ломки то физически возникали да нет я просто в ярости постоянно так вот но благородный на попал по боролку ну как когда касается что-то мере но моего мое личное когда пространство что-то нарушается туда я прихожу в ярость моментально и без памяти память отрубается состояние аффекта или как он называется я просто ничего не помню только потом есть последствия это после вот этого лечения до лечения запомнил а теперь нет ну странно там тут а вот конкретно вмешивались твои личные пространства и там эти ярости не возникало еще запомнил не но до этого до как у меня пришлось меня были закрыли в тюрьму или бы или всех уж и не посчитал в тюрьме сидеть оказался наоборот хотя не там никого а также повернула так он повернул это всего лишь уроки для этого бы я не был кем и являюсь ну да говоря то что там да не лезь это калечит я тоже там насмотрелся на таких людей что никому не посоветуешь жутко и страшно ну да в тюрьме и такого не увидишь да там прям не знаю даже бывает не веришь там ни в одном фильме такого не покажет что-то вот есть я даже не знаю как там люди но как и я там понимаю какие люди работают психушки такие же психи как и они я там и мы говорим что не психи вот я говорю я здоров а вы психи вопросы такие дурацкие задаете я не знаю даже у меня без образования это могу на их ответить учет меня хотите узнать и я человек или животные вот этих вопросов говорю решаете человека я как разумный или нет говорю как-то ну нелогично я вообще с ними там дискуссировал пока я и в этот два раза только в рубашку это смирительную я на сутки не писать и почитаться ничего не мог так или делал там где-то это молодой год надо же проходить школу эту школу я тоже эту школу прошу правда меня не кололи не пичкали не у него таблетки хоть пытали я не всегда я глотал они за рот проверяет вот я жду быть его выдавливать этого тоже научился в лодку раз проглотишь и это держит они уже выпадут даже научился запивать чтобы у тебя таблетка какая горта не так зажимаешь что она потоки выходит обратно захочешь жить на фильме таком не догонишь там хитрость тоже применяют они толкут эти таблетки в порошок и засыпают нет не было нет не уколов то там ну немного ставили как я помню потому что там когда тебе поставят и нихрена ничего не помнишь ты можешь очнуться о чем у меня мыслей нету единственная мысль за все время когда тебе приходит почему мыслей нету кто звук по телевизору выключить да 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 страшно за собой наблюдает страшно выходишь когда страшно меня многие не узнавали я начинал там разговаривать с ними ты что тормозишь как тормозишь я с тобой нормально разговариваю нет ты горит ты тормозишь ты вот как сказал и потом долго время проходит и дальше договариваешь я тебе сразу сказал нет горит тут время проходит не раз один два три когда он полный я говорю разве это в психушке лечит как как радость смотрел сегодня смотрел что родители в психушку пытаются отправить да это это родители надо в психушку отправить чтобы они вот там и сидели больше и детей не рожали воспитать не смогли еще что кто-то за вас воспитывал на кого-то вину свою вот эту пищу где тоже не понимаю да не зря ты так говоришь никого туда не надо ну вот если как и есть такой тоже закон это ведительский да вот может знаешь это как заповеди славянские некоторые заповеди очень нравится как говорится зуб за зуб как если зло не наказать как она поймёт что оно зло нет я тебе не говорю что зло нельзя останавливать я тебе говорю что не только не через психушку чем больше людей помещается в психушку тем лучше эта машина будет работать да и как я сейчас вышел вот например система вот я например работаю в охране в данный момент на смене вот и вот смотри я человек который отлежал в психушке я человек который уголовник вот если так взять по по их нему и у меня есть допуск на оружие я охраняюсь оружием и этот где-то где-то я вот сейчас не буду брать и где-то короче системе надо люди такие ну примерно как моего статуса они же не тайский я на самом деле а статус у меня ну такой паразитический якобы чтобы мы кошмарили других людей чем больше уголовников на на воле ходит тем больше люди начинают бояться и друг от друг от как отталкиваются нет нет доверия ничего от этого людей ну ты же не отталкиваешься ты наоборот притянулся я притягиваюсь я всегда притягиваю я их с общинами сейчас пытаюсь как ну краснодаре там наладить отношения и сам как бы ну потому что надо как-то единомышленникам все равно быть ее ближе друг другу потому что один поле него не смотри системы это делает для чего чтобы человек озлобился и сделал выбор в сторону зла что раз вы со мной так я и с вами так но но ты сделал другой выбор ты сказал а ну и что я и дальше пойду я все равно буду добрым да вот так оно и есть вот сейчас еще вопрос пролетел потратил к смотрел дома долл хотел на таки вопрос из головы это вот сейчас и прямо на языке крутилась все молотка лучшим долин последних а зачем разговаривали то что ты выбрал быть добрым и дальше пошел сказала ну и что и дальше пойду буду добрым не озлобился да не озлобился а вот про фамилии его как раз таки вот но тут она толпы я с украины еще вдавал детство там правил вот и на украине там фамилия пишется так прозвище я на прав этот вопрос задал как прозвище фамилия не не задавал дата в работу фамилия камень как у нас говорят что фамилии это значит фамильные что-то на табу сек fundать там фамилия твоего там ну про отпрока какой на бабу как бы так Science ладно я начал говорятся что такое фамилия на там уделье фамилии это прозвище этот раз тоже от этой этим участком говорю так как у меня Фамилию это же всего лишь прозвище мой фамилия что такое это прозвище у меня прозвищи буду как какой у меня даже несколько говорю ты какой дать аватар варк или как-то тебе а ты был какой-то время или я сам не звали александр все он еще у меня может быть разные как ты не можешь идентифицировать походу проще который попал и даже посмотри что такое фамилия это всего лишь прописи ну да или как раньше она давалась чисто раба 1 1 до пыли уроков эти фамилии писали это было там имя твоего хозяина какого ты хозяйка какому роду хозяйка дочери николай да вот а тут мы гордимся вот у меня там какой-то там партин был на пример тата или его но хотят они где-то было твоих предков как говорится это работодатель не вот я когда был в камере мне попалась журнал вот тоже проведение в журнале была статья прав это про других представителей известной фамилии суворов и там было написано абзац такой маленький что фамилия суворов произошла от общего предка по имени сувор а фамилия лермонтов от общего предка с именем лермонт то есть это при этом по это вот как по деревне идете какой-то мальчик все спрашивают а чей сын лермонтова потому что отец у него лермонт чей сын лермонтов да 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 это как у отчества тоже вот где у нас нету фамилии вот в каком-то вы тоже где-то я посмотрел там все справляет тоже не как к учиту добавляет это как вот или мальчик или девочку отчество есть имя и отчество и к этому отчеству мальчик или девочка как и она становится хочется как и победили и и вот так вот тоже какие какие-то страны это вчера читал ночью мимолет прикольно будет почему бы у нас такого сделать подожди у рабов ли вообще там у них и полное имя там вообще из 50 там 100 в этих слов состоит то что не говорят там зовут антон сын николая сын григория сын ивана и и т.д. и вот это ибн а там ахмуд ибн хаттаб там еще дальше ибн и ибн то есть сын 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 то есть у своего рода словно гречесле да да где-то я такое он не задумывался не натыкался так то логично все таки если мне кажется все будем это быстренько делать может все таки и сделаем для себя станет все таки уже в коем-то веке время ты не рассчитывай на других рассчитывай на себя я вот в любом случае стараться зависит от нас и горю от каждого часу потихонечку и вроде пока все да 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 спасибо конечно за поддержку за то что побеседовали я для себя много чего вывел такой обычно любой разговор он идет всегда для самого как не утверждение ты опять новую тему затягиваешь давай на следующий раз давай давай спасибо благодаря тебя давай благодаря что спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!